Мы внимательно выслушали доклад генерального сестаря ООН. Отметили и вашу, господин генеральный сестарь, вчерашнюю, мгновенную публичную реакцию с осуждением действия Ирана. Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения израильского удара по консульству Ирана в Дамаске. Хотелось бы также большей активности с вашей стороны по доведению до членов Совета информации по другим, не менее турбулентным для сего близне-восточного региона сюжетам, например, по поводу уже ставших регулярными атак Израиля по соседним с ним Сирии или Ивана. Если и дальше не замечать подобных действий, ваши призывы к сдержанности всех сторон, которые мы разделяем, могут оказаться тщетными. Уважаемые коллеги, когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту Исламской Республики Ирана в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный, единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке, в любой точке земного шара. Мы призывали коллег по Совету безопасности четко и недвусмысленно осудить такие безрассудные шаги, чтобы они не повторились. Предупреждали о том, что в противном случае риски рецидива подобного, как и в целом эскалации в регионе, кратно возрастут. Мы даже предложили проект соответствующего заявления Совета безопасности ООН для прессы, который был составлен на основе стандартных для таких случаев деполитизированных формулировок. Что же мы услышали тогда от западных делегаций? Что, дескать, для них не все так очевидно, и что надо еще взвесить, поможет ли такой сигнал Совета стабилизации обстановки в регионе. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция тогда, по сути, отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венской конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам. Результат, как говорится, налицо. Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву казус Белли. И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представителей и западных граждан, свято и должно быть защищено. А вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборудование и их гражданах, это другое, как вы любите говорить. Тут включается ваша излюбленная аргументация про недостаток информации, юридической кузуистикой и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать. Россия неоднократно предупреждала, что нерегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне Палестино-Израильского конфликта, которая зачастую подогревается безответственными, односторонними провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности в регионе. Мы не раз говорили, что ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не должна становиться ареной для региональной и международной конфронтации или же сведения политических счетов. То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом позорного бездействия Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первым. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля. Многие из вас сегодня не нашли в себе смелости прямо указать на то, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода. Беспрецедентный по масштабам жертв операции Западного Иерусалима в секторе газа и на западном берегу реки Иордан. Несмотря на недвусмысленное требование резолюции Совета Безопасности ООН 27-28, немедленно прекратить огонь. Подобное замалчивание первопричин нынешнего кризиса считаем неприемлемым, тем более на фоне нагнетаемой нашими американскими и другими коллегами обстановки вокруг Ирана. А невыполнение Израилем требований резолюции Совета Безопасности, о которой я упомянул, это очевидное неуважение к Совету, ко всем вам, сидящим в креслах его членов. И полное пренебрежение решениями Совета Безопасности. А невыполнение решений Совета Безопасности не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителей. Госпожа председатель, мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации Соединенными Штатами на территории Ирака, Косема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц. Надлежащие выводы в Вашингтоне так и не сделали. И в результате безответственные действия, подрывающие стабильность, безопасность и суверенитет региональных соседей Ирана, теперь копируют его союзники. Призываем все, вовлеченные в инцидент стороны, к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки на земле в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации. Рассчитываем, что региональные государства будут решать все имеющиеся проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами. Считаем также важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали. Спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена. Считаем неотложной задачей всего международного сообщества предпринять все необходимые усилия для деэскалации обстановки. В противном случае регион может оказаться втянутым в порочный круг взаимных атак и насилия. В этой связи отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру и отказаться от практики провокационных силовых действий акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона и без того дестабилизированного в результате обострения Палестино-Израильского противостояния. Благодарю вас. Продолжение следует...